Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 2 декабря и в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Овны. Можете возглавить крупное предприятие, только не злоупотребляйте властью. Луи Наполеон в 1852 году был провозглашен императором под именем Наполеона III. Он правил в интересах крупной буржуазии, установив жесткую диктатуру. В то же время демагогически заигрывал с трудящимися, прибегая к характерной для бонапартизма политике лавирования. С начала 60-х годов Наполеон III, напуганный повышением революционной активности масс, пытался провести некоторые либеральные реформы. Однако они не могли приостановить рост общественного недовольства. Тельцы. Пойдете на компромисс, и это будет в верном решении. Симон Петлюра был главой директории Украинской Народной Республики с 1919 по 1920 год. Близнецы. Благодаря вам состоится праздничное мероприятие. После перестройки в Петербурге в 1841 году торжественно был открыт Анечков мост с конными группами работы скульптора Петра Клокта. На боковых пьедесталах стояли две пары скульптурных композиций. Бронзовые группы находились на правом берегу реки Фонтанке со стороны Адмиралтейства. На пьедесталах левого берега были установлены гипсовые раскрашенные копии. Раки. Уделите внимание своему здоровью. Это принесет только пользу. Британскому музыканту Рингу Стару в 1964 году была проведена операция. После этого члены группы Битлз долго не разрешали ему петь. Левы. Решительные действия приведут к победе. Группа революционеров во главе с Фиделем Кастро, приплывшая из Мексики на яхте Гранма, в 1956 году высадилась на Кубе. Вместе со своим братом Раулем Кастро и аргентинцем Эрнесто Чегеварой он возглавил революционное движение на Кубе против диктатора Батисты. После победы революции в январе 1959 года Фидель Кастро стал премьер-министром Республики Куба. А с 1976 по 2008 год президентом страны. Девы. Предстоит ответственная миссия. Коммунистическое финское правительство Кусинена в 1939 году провозгласило Финскую Народную Республику. Он подписал договор о взаимопомощи и дружбе с Советским Союзом. Весы. Добьетесь положительных результатов в научной сфере. Итальянский физик Энрико Ферми в 1942 году получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию. Он внес большой вклад в развитие современной теоретической и экспериментальной физики, а также стал одним из основоположников квантовой физики. Скорпионы. Совершите деловую поездку в зарубежные страны. В Москве в 1944 году впервые встретились Сталин и генерал Деголь. Во время Второй мировой войны Шарль Деголь стал символом французского сопротивления. Он был первым президентом Пятой Республики. Стрельцы. Получите указание вышестоящего руководства. Виленскому генерал-губернатору Владимиру Назимову в рескрипте императора Александра II 1857 года была изложена программа правительства. Она положила начало крестьянской реформе 1861 года. Козероги. Отправитесь в дальнюю командировку. Пилотируемый космический аппарат «Союз ТМ-11» с международным экипажем, в числе которых был российский космонавт Афанасьев, стартовал в 1990 году. За четыре рейса в космос Виктор Афанасьев налетал 555 суток. Водолеи. Станете участниками широкомасштабного события. В 1805 году состоялась битва под Аустерлицем. Это было решающее сражение первой австрийской кампании против третьей антинаполеоновской коалиции, созданной европейскими державами. Сражение вошло в историю как битва трех императоров, поскольку против императора Наполеона I в этой битве сражались армии еще двух императоров – австрийского Франца II и русского Александра I. Рыбы. Грядут большие перемены. Будьте к этому готовы. О создании федерации под названием «Объединенные Арабские Эмираты» было объявлено 2 декабря 1971 года шестью из семи эмиратов договорного Омана. Седьмой эмират Рассель Хайма присоединился к федерации в 1972 году. «Мы не всегда можем владеть ситуацией так, как нам бы этого хотелось», как сказал американский промышленник Генри Форд. «Когда я не могу управлять событиями, я предоставляю им самим управлять собой». С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина.